Нет смысла даже обращаться, потому что моя боль в колене на здоровой ноге связана с тем, что мышцы компенсаторы на правой ноге перегружены за счет того, что левая не работает. Компенсация, и все правильно. Да, поэтому сейчас задача увеличивать нагрузку на операционную ногу, чтобы смещался центр тяжести туда, и освобождалась нагрузка с этой ноги. Больше ничего делать нельзя. Ну вообще, я тебе скажу, вот прямо, знаешь, вроде бы простые вещи, но они настолько, ну, открывают глаза, что, например, вот касательно массажа, вот у тебя болит спина, поясница, все идут к мануальчику, разомни мне спину, он начинает разминать, проходит 3-4 дня, вроде бы как бы легче, а потом опять начинает болеть. А смысл в том, что спина у тебя болит, потому что у тебя ягодица, ягодица находится в гипотонусе, или она вообще... Не работает. Дисфункция, она не работает, да. По какой-то причине, по причине многих факторов может быть. Ну просто, например, у тебя болит желчный пузырь, и он дает через нервные вот эти все импульсы отключение твоей ягодицы. Понимаешь? Ты мнешь спину, боль периодически возвращается, а ягодица как не работала, так и не работает. То есть, понимая вот эти вещи, ты начинаешь включать в работу ягодицу, и спина постепенно сама проходит. Значит, начинает работать ягодица, спина проходит. Ну и у нас тут куча, да, то есть вот плечо болит, почему? Много причин разных. Зачастую из-за того, что статичные мышцы, которые связаны, ну вот с вертикальным стоянием, да, не включены в работу, или там дисбаланс в ногах какой-то. И из-за этого надо включить просто левую или правую ногу, посмотреть, какая плохо работает. И с ней надо поработать, плечо снимет нагрузку, ключичная часть, ключевой пояс, и боль будет постепенно уходить. У меня, кстати, причем диагональные вот такие. Если левая нога больная, обычно правое плечо больное. Да, 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 да. Еще можешь локти назад отвести, вот, 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 да, грудь вперед, все как в жиме лежа. Да, и немножко жестче уже разогрелся, да, мощно пампс. Тенч, взрываешься. Делаем такое приятное количество раз, потому что еще добавим. Вижу, что немножко ты сдерживаешь себя в дыхании, да. Как бы дыхание у тебя такое равномерное на выдохе напряжение. Ну, как такое тоже стереотипное такое дыхание. Я сейчас заканчиваю еще раз перечитывать книгу 66-го года Зациорского Владимира Михайловича, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, Зациорский точно у него фамилия. Да. И буквально вчера читал о том, как нужно компенсировать при напряжении брюшное давление, которое создается при... Ну, 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 давай. И вот он говорит, что именно средний вдох, средней тяжести должен быть, чтобы уравновешивать давление мышечное и внутреннее. Вот переведи на русский язык, как ты... Короче, вдох не полный, не глубокий. То есть он такой вот средний. Не полной грудью должен быть, а именно такой средний. Хорошо, я согласен. А как ты вот пофазно разбиваешь? Вот, например, я делаю, да, при жиме, причем это я недавно стал делать, последние пару лет. Смысл такой, что как под воду ныряешь, то есть я беру штангу, в данном случае на бицепс, да, набираю, расширяю вот животом дыхание, диафрагмальное такое, да, животом. Вдохнул, нырнул под воду, дернул, дернул на задержке, вот когда опустил, выдохнул. Опять вдохнул, дернул, то есть все как будто бы под водой делается. Принцип нырка такой. Есть такая теория, что продышаться перед, продышаться, но вдох при напряжении должен быть небольшой. И я, кстати, касаемо новичков, очень часто замечал, что люди интуитивно и приходят к этому дыханию. То есть они реально при большом напряжении делают небольшие вдохи или даже вообще задерживают дыхание. Да. Да, задерживают дыхание и прям могут на одно, на два повторения вообще не дышать в этот момент, да. Да. То есть это интуитивно происходит из-за того, что внутреннее напряжение, вот это давление, то есть его нужно компенсировать. Компенсировать небольшим вдохом, потому что если большой вдох, создается чрезмерное внутрибрюшное давление. Большой вдох оттуда давит, отсюда давит. Ты имеешь в виду, перевожу на русский, что ты сказал, то есть ты берешь большой вес, у тебя появляется внутрибрюшное давление, то есть ты сверхусилия, там рекордный вес какой-то, да. И при этом ты еще делаешь огромный вдох. Да, легкий наполняется, давит на диафрагму с другой стороны. Да, вот это ты имеешь в виду. Да, и там передавливают вены там и так далее. Да, ну есть в этом смысл. Ну, пока вот я последние пару лет, вот мне понравилась вот эта работа с задержкой, потому что многие, кто смотрят, говорят, неправильно он дышит, этот старый пердун, неправильно дышит. Там на выдохе надо, там усилия там, да, на вдохе, расслабление. Никак, вот типа, вот так, нет, никак, никак не получается создать максимальное усилие, только на задержке можно создать максимальное усилие. Да, то есть выдох, это расслабление. Расслабление, совершенно верно. Дурачки, дурачки. Выдох, это расслабление. Причем конкретно есть опыты проведенные, это не просто Циорский, это был не какой-то там тренер просто, Вася. Это был человек, который плотную занимался, как Верхошанский в 70-е, Прилепин, вот все наши ученые, которые конкретно были заточены под спорт. И они занимались этим не просто с голословной какой-то такой вещью, они были заточены на результат, они были заточены на то, чтобы Советский Союз давал показатели, да, то есть в Олимпиаде это было просто номер один. Там не умеешь зарабатывать медали, значит, поедешь добывать их в Магадан. Десяточки, десяточки. Поэтому это были неголословные книги, и вот многие говорят, да что ты там читаешь, 66-й год. Вот как раз таки тогда ученые работали не за гранды, как сейчас они работают, заплатили им коммерческая организация. Чтобы тренажеры купили, да? Да, да, заплатила коммерческая организация, и они сделали то, что нужно коммерческая организация. Тогда это было совершенно другое. Поэтому я читаю старые книги, советские, и нахожу там все больше и больше подтверждений своего опыта. Вот, например, один из них. Когда люди приходят в зал, новички. Когда люди приходят в зал, новички. Это уже большой фильм отдельный будет. Да. У них чаще всего развитые, очень сильно развитые мышечные группы, которые сопротивляются чему-либо? Земному притяжению. А, ну да. А какие это мышцы? Это бицепсы, у них хорошо развиты, разгибатели позвоночника, потому что, да, сюда все время давит, оттуда давит. И квадрицепсы. Ну, то есть они удерживают, чтобы ты не падал в предвижении. Да, да, да. У любого человека, не тренирующегося, удерживают задние мышцы, шейные отделки. Почему шея постоянно болит, вот с возрастом, да? Уже шея и позвоночник, ну, мышцы спины удерживают, чтобы ты не упал. Во-первых, да. И еще и давит сверху давление атмосферное, да. Да, из силы земного притяжения. Тогда как остальные группы, которые, ну, антагонисты этим всем группам. Если ты ходил задом, задом ходил, вот 8 часов ты проходил вперед на работу, а на следующий день ты задом пошел, у тебя бы работали мышцы пресса. Да, да, наоборот, да. Но мы этого не делаем, и мы этого не понимаем, вот категорически не понимаем. И не хотим сопротивляться этому, да. Поэтому, когда человек приходит в зал, ему нужно качать в первую очередь эти антагонисты. Особенно мышцы КОРА, потому что это вообще самая слабая группа. Вот это самая слабая группа, с которой должен начинать новичок, в первую очередь. А потом уже все остальное. Ну, там очень широкий спектр пласт вопросов. Мы сейчас все быстро не раскроем, но на своем стриме мы, я думаю, многое поднимем пластов. Так, собрался. Давай. Не мешки ворочать, да? Да. Локти назад и вдоль тела. Рывком оп туда. Да, расслабление со своим дыханием профессиональным. Не до упора еще, как размина. Есть в этой позиции какая-то такая, знаешь, железобетонная основа, вот сидя чем хорошо делать. Вроде бы это сложная фаза движения, но вот здесь есть какая-то стабилизация, не знаю, мне нравится. Потому что когда ты стоя делаешь, да, ну, как-то вот подключение всех этих мышечных групп. Даже микродвижение уже компенсирует что-то по-любому. Да, да. А здесь как-то так все очень приятно. Так, ну что, давай еще 60 сделаем. Да. И вот с 60 сделаем 3 рабочих подхода и на этом на сегодня хватит. Ну, напоминаю, что мы делаем бицепс день через день. Я делаю вообще каждый день, бывает за исключением. Такой эксперимент проводим. Посмотрим, а что он выльется. Вот. Ну, это вопреки всем понятиям реализации. Да, восстановление. Вот. Чем это объясняется? Очень просто объясняется. Когда вы неучи, неучи безграмотные, которые ходите в зал и думаете, что вы по интернету что-то уже узнали, и вы там профи, не выступающие особенно. Я вам скажу, что если вы зайдете в зал тяжелой атлетики и посмотрите, как тренируются штангисты, легкоатлеты, ну, со своими ногами, то вы узнаете много для себя непонятных вещей. Там все время работают с ногами, работают приседы, становые, швунги, везде работают ноги. Плюс они бегают ускорения на стадионах, плюс они делают запрыгивание вертикально, горизонтально. То есть ноги постоянно в работе. И хочу вам напомнить, что вы на ногах еще и ходите, на руках вы не ходите. Поэтому вот эти страхи, что вы там нарушаете периодизацию какую-то, что они будут восстанавливаться, просто надо регулировать веса грамотно. И тренировать, вот, допустим, бицепс можно гораздо чаще, чем вы это делаете. Особенно, если у вас он неразвитый. Особенно, если вы натурал. Особенно, если вы натурал, да. Потому что, ну, почему, Леха, ну-ка, бахнет, почему? Потому что люди, которые не употребляют анаболические стероиды, им нужно, чтобы мышца работала каждые 72 часа. То есть она должна попадать под нагрузку каждые 72 часа. То есть каждый через день. Но если у натурала она будет попадать через день все время на максималку, то он, скорее всего, перетренируется. Поэтому он должен чередовать нагрузки на группу, на каждую мышечную группу. Там тяжелая, средняя, легкая. Тяжелая, средняя, легкая. Да, да. По поводу перетренировки, вот, слушай, мы уже стрим начинаем вести. По поводу перетренированности. Это очень понятие размытое, условное. Условное, да, условное. Да, перетренированность. То есть я вот до своих 60 лет вот доживу, наверное, ну, надеюсь, доживу там. Чуть осталось. Да, чуть-чуть осталось. Но я вам скажу, я тренируюсь каждый день постоянно. Ну, там, я не помню, со скольки лет я постоянно тренируюсь. Понятие перетренированности – это только в вашей голове. Конечно, это ваше депрессивное состояние, связанное совсем с другими вещами. Со стрессом, с вашими кредитами. С привычками. С вашей несчастной любовью. Вам тёлка не дала, там у неё менструация началась. Всё, что угодно вы придумываете для того, чтобы не пойти на тренировок. Понимаете? Поэтому надо голову освежать, работать, находить мотивацию для тренировок. А её очень много. Потому что мы живём в агрессивном мире, и мужчина должен быть завоевателем, сильным, самцом и т.д. и т.п. Ты всё время не снимай тоже там, ты делаешь...